МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну или деньги уйдут членам народного жюри, если они, конечно, смогут сдержаться от смеха. Интересно, кто победит в этом сезоне? Таланты или жадность? Ещё больше эмоций, шуток и интересных участников. В новом сезоне Русские не смеются! Добрый вечер! В эфире шоу, в котором смех продлевает не только жизнь, но и платежеспособность. Наше шоу «Русские не смеются!» Абам! Абам! А за деньги для россиян сегодня отвечает Александр Незлобин! Надеюсь, Руссани, будет это лучше получаться, чем у Ливиры Набиулиной. Ну что, да, давайте посмотрим, кому достанутся эти деньги, Несмеяном или нашим комиком. Но для начала, Несмеяна номер один. Вера, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вера, 34 года, музыкальный руководитель в детском саду. Чтобы сегодня стать богаче, ей достаточно просто не брать ноту хи и ноту ха. А у вас свои дети есть? Есть. Пятеро. А, пятеро. Пятеро! В боев зале. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам, а не просто куда-то выспаться. Вы их с работы, что ли, детей натаскали эти кинды? Нет, все мое. О, какой хорошенький. Давай-ка, домой-домой. Ой, тебя тоже не забрали. Ну пойдем, пойдем. А я и ты давай тоже. И ты все, и раз, и все. И кого-то там. Ты с садовника взяли там, слесаря всех. Класс. Нет, все мое. Николай, 30 лет, пиарщик автомобилей. Если сегодня будет серьезен и заработает много денег, то сможет позволить себе то, что пиарит. А с каких пор дорогие спортивные автомобили нуждаются в пиаре? Подходим, спортивные. Да, да, да. Спасибо, дорогие Феррари. Это тебе надо. А что, можно как-то по-другому? Дорогие Феррари. Феррари подходим. Телохранители на развес. Да. Диана, 26 лет, сайкл-инструктор, капитан бегового сообщества. Если сегодня она не будет смеяться, то, возможно, цепь на ее велосипеде будет из какого-нибудь драгоценного металла. Я являюсь капитаном бегового сообщества. Одного очень... Капитан бегового сообщества. Это как-то связано с... С коллекторами это все. С тюремами. Мастер бегового сообщества. Да. Валим! 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 Наш девиз – валим, пока не поздно. Это хорошая идея для того, чтобы быстро бегать, но нет. Александр, 32 года, редактор видеоконтента. После наших съемок ему не придется отсматривать и редактировать материал, но он все равно при этом сможет заработать денег. Грубо говоря, вы деливатель видео. Делыватель видео, да. И для работы. Городы. И иногда для себя. Нет, все легально чисто и в белую. Понятно. То есть... Подождите, подождите, Сережа. А какие видео вы делаете? Обучающие. Что за сайт такой там? Обучающие. Это сайт, который... Женщины сидят в комнате, камеру на себя направляют и... А-а-а. Разговаривают. И тут, когда им позвонят. Обучающие кучи какие-то, да, видео? Давайте посмотрим, кто же будет сегодня веселить нас, зрителей и не смеян. Поехали! Меня зовут Валерий Лебедев. Мне 46 лет. Мы приехали из города Светлой, Калининградской области. А это мои дети. Меня зовут Лиза Лебедева. Мне 13 лет. Я занимаюсь вокалом. Меня зовут Андрей. Мне 16 лет. Я учусь в 10 классе и занимаюсь юмором. Уже более 10 лет я лечу зубы. Я стоматолог. В юмор меня привели дети. То, что мы семья, нам легче в том плане, что мы можем всегда порепетировать в любой момент. Главное, у нас Андрей. Он у нас всегда строгий. Он может и голос повысить, поругаться. Мы стараемся к нему прислушиваться. А, уважительно. Уважительно. Да, выучили уже. Перед выступлением, наверное, больше волнуюсь за папу, что он накосячит. Я не такой опытный артист, поэтому все возможно. Переживаю больше всего, конечно, за то, чтобы капитан потом не устроил мне взбучку дома. Не сильно ругался на нас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Я не хочу вас прерывать ничем. Хочется сразу посмотреть и увидеть, что у вас там внутри. Давайте начнем. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Меня зовут Валера. Но многие зовут меня просто попить пиво. А это мой сын Андрей. Сегодня я буду выступать с баяном, потому что папа сказал, что когда-нибудь он мне пригодится. АПЛОДИСМЕНТЫ Я единственный мальчик в России, у которого жизнь начала ломаться раньше голоса. Сына, вспомни. Сынок, вспомни, сколько раз благодаря этому баяну ты уворачивался от камней. Да если бы не этот баян, в меня бы не кидались. Знаете, мы отдали Андрея на баян, чтобы он был похож на своего деда. Пап, давай я буду лучше за всеми доедать. Ну вообще мы должны были выступать музыкальным дуэтом. Но я гитару в поезде потерял. Ну во-первых, не потерял, а проиграл. А во-вторых, не в поезде, а в карты. В поезде же. Ну да. Слушай, пап, мне уже 16 лет. А что такое... секс. Сынок, знаешь, это когда телефон выключаешь, чтобы жена не позвонила. Ну да ладно. Вообще в июне я получал два детских пособия. Поэтому встречайте второе пособие. Елизавета Валерьевна. От меня ты домой возвращался, ну а я волоклась вдоль дорог, потому Потому что на диск намотался Оренбургский Буковый Плоток. Знакомьтесь, моя любимая дичь. Может, дочь? Ой, прости, доченька, постоянно вас с Андреем путаю. Как видите, дети у меня талантливые. Ага. Моя сестра участвовала в шоу «Голос дети», а я играю на баяне. Догадайтесь, кого же больше верит папа? Так, а ну тихо. Лох. Доча, покажи, чему тебя папка научила. Дерни за палец. Я не про это. Спой. Была у бабуси Декольте на блузе, Вдруг нагнулась бабуся Господи Иисусе. Вот, какая молодец. Неожиданно. А ты сам что-то подготовил? Конечно. Матерные частушки. Пап, ну не при детях же. Понял. Лиза, отбой. Ну, раз матерные нельзя, пойте обычные. Ну и про папку не забывайте. После выплаты пособий папа наш три дня гулял, чтобы нас не обделять. Крепко руку нам пожал. Уважительно. Наш папаня самый добрый, нас похвалит он всегда и подарками одарит. Потому что с бодуна. Ну, бывает. Дед Мороз на Новый год ходит к нам с ночёвкой, маму это не смущает. Ведь отец в командировке. Ладно, вы чё меня позорите? Один-один, пап. Я вообще против, чтоб вы пели такие песни. А я против своей воли. Уже семь лет занимаюсь баяном. Как думаете, уже можно купола на спине бить? Ну ладно. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к нашей маме, которая прямо сейчас сидит перед телевизором и смотрит этот эфир вместе с нами. Дорогая, сгоняй за пивком. Поп. Всем спасибо. Это было и плохо, сейчас побелее. Слушайте, ну... Класс. Кайф. Ну кайф же нет. Конечно. Вообще. Но вы с этим номером сейчас ещё можете быстренько до Казанского вокзала доехать, сесть в любую электричку и заработать побольше денег ещё. Мы уже так делали. Да? Я думаю, что это схема уже рабочая, да, в семье. Очень классное выступление. Сань, чего? Александр, в чём дело? Приятные люди. Семь не России не поддерживаешь. Да нет, просто песни не заходят, не знаю, просто как-то приятно смотреть. Человек из города, где родился Шура, Митя Фомин и Элджей. Всё, у нас всегда отбилось всё музыкальное. Ну правда, очень музыкально, здорово, спасибо. Он думает, мало ли, что у вас потом появился, у него сразу же всё. А что у вас там в Новосибирске? То с глазами, то с зубами у вас, и какие-то... Суровые края. То с другим местом. Экология, экология, понимаешь? Заводов много всяких. Ну что, ребята, вы заработали 75 тысяч рублей. Это круто. И самое главное, абсолютно не случайно, а заслуженно. Спасибо огромное. Абсолютно заслуженно. Выбирайте награды. Вас трое, и три раза по 25. Маме что-то достанется, нет? Если успеет, я думаю, может, что-то останется. Из кучки пап. Из кучки пап. Главное, чтобы детям что-то досталось. Подожди, мне кажется, тут не доедет. Ну что, поздравляем вас. Круто, молодцы. Спасибо. Проходите. Поздравляю. Кому, кому. Все, давайте. Пока. Поздравляю. Вообще классно было. Все очень круто. Круто. Ну круто. Все получилось. Все супер. Держите. Это ваш. Это тебе. Ой, мама, кто это? Здравствуйте. Ой, сразу в козыре девчонки зашли. Мы такие картежницы. Ты знаешь, как называется дуэт? Хочешь, вот посмотри на девчонок, смотри. Красивые, классные. Перед тобой дуэт Дмитрий. Опа. Разрешите отрекомендоваться? Ну, здравствуйте, Дмитрий. Ну, здравствуйте. Ну, мы же в Москве, здесь как бы Дмитрий как угодно может выглядеть. Бывают и два человека, и две женщины. Бывают, и Дмитрий. Ваше название посвящено какому-то конкретному Дмитрию? Каким-то двум конкретным. Это наши отцы. Мы Дмитриевны, вот. И мы решили, что... Такая милая нотка. Посвящается папе, да? Да. Итак, на сцене Дмитрий. Давайте, девчонки. Удачи вам, Дмитрий. Спасибо. Давай, Дмитрий. Привет! Привет! Здравствуйте! Спецкологично. Дмитрий, здрасте. Все классно. Это мы. Давайте, мы вас поддержим очень сильно. Поддержим. Папа, привет! Начинайте. Ну что ж, еще раз здравствуйте. Давайте начнем. Меня зовут Алена. Это Валерия. Я с Крайнего Севера. Валерия с Дальнего Востока. Вы спросите, что мы делаем в Москве. Ну, друзья, кто из нас не напивался? Да. Да. Было дело. Кстати, кстати, поаплодируйте, кто сейчас немного под шофем. Алена. Да все, все, шучу. Давайте к номеру. Давайте. Мы считаем, что лучший сценарист – это жизнь. Поэтому представьте, каждый из нас мог видеть такого персонажа где-то на улице. Всем привет! Я вот сейчас вот возле дома-музея Достоевского. Тут как бы музей видела, дом видела. Сейчас Достоевского дождусь и вот буду вам показывать. А вы меня снимаете? Что? Меня снимаете. Здравствуйте, приехали. Какая хитренькая. Меня снимает. Я, значит, там сижу под деревом, стригу кота, а она меня снимает. Ну все. Ну все. Вы, моя хорошая, доигрались. Я вас вот фотографирую, да, и отправляю на горячую линию. И вас посадят. Алло, тюрьма? Алло, тюрьма? А меня снимают. Я стригу, меня снимают. Я работаю на высших вибрациях. Вам такое непонятно. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Вот моя, это самая родовая книга. Пожалуйста, почитайте. А вы почитайте. Почитайте. А я и постою. Я что постриглась-то? Меня же заблокировал Пентагон. Так что вы меня не теряйте, никуда не пропадала. Почитала? Всю мне книгу помялась, и закладки повыпадали. Между прочим, были императорские рубли. А дайте в Израиль позвонить. У меня там муж умер, живет там сейчас. Чего? Ты как со старшими разговариваешь. Это дело не в возрасте. Я старший лейтенант запаса. Российская академия художеств. Женщина, вам что надо от меня? Да потому что вы когда подъезд красите, хоть проветривайте. Вон что с человеком случилось? Господи. Валерия, какая ты талантливая. Просто невероятно. Ой, Алёна, ну не припедняйтесь. Я думаю, вас тоже узнали. Многие из вас уже видели Алёну по телевизору. Дело в том, что Алёна это именно та женщина, которая в новостях после пожара интервью дает. Чудовищный инцидент произошел в самом центре города. До самого дотла на улице Ленина сгорел последний в городе барак. Итак, давайте поговорим с очевидцем данного происшествия. Здравствуйте, женщина. Как вас зовут? Доброе время не суток, барышня. Меня зовут Валентина Аристарховна Ли. Ли? Си. Синьора. А что это у вас за телеканал-то? А, Губерния ТВ? Знаю, хороший канал. Счастья вам, здоровья, процветания. А когда нас покажут? Ну, я думаю, сегодня в вечернем выпуске у вас... А мне пофиг, у меня же телека нет. Так, ладно, расскажите, что у вас вообще произошло? О, для проведения культурного мероприятия, приуроченному к празднованию нового дня, нам не хватало с товарищем, ни много, ни мало, 37 рублей. Пока мои коллеги отправились на поиски средств, я приступила к организации фуршета. Так, женщина, давайте, смотрите, с чего вообще все началось-то? Как, стыдно, не знать, ну. 1 марта 89-го года Менделеу приснился сону. Ну, примерно с этого у нас в стране все и началось. Нет, подождите, подождите, нет. По накатанной. Конкретно у вас с чего все началось? А, ну, значит, на очередной встрече Бомонда-Подмостовья между нами с Валерием Семеновичем вспыхнула искра, я что-то как завертелась. Валерий Семенович, это ваш сожитель? Водитель. И он креститель, блин. Ну, что за вопрос? Валера вон у меня... Валера, ты чем там тушишь, Валера? Убери свой бронсбой, тут телевидение, извините, ради бога. Так, давайте, расскажите, пожалуйста, почему произошел пожар? А, ну, честно говоря, положа руку на сердце. Эту хату проще было спалить, чем там убраться. Ну, честное слово. Спасибо. Ладно, давайте серьезно. Сейчас, правда, будет адекватный номер. Приготовьтесь. Итак, смотрите. В курилке золотого граммофона Любовь Успенская и Наташа Королева. Ну, вот как-то так мой дом и сгорел, Натусик. Вот как-то так. Страшное дело, конечно. А ты, я слышала, разводишься. Конечно, я что, и постриглась, только родовую книгу и унесла. Ну, фиг с ним, с этим стриптизером. А, не плавки, господи. Все, спасибо большое. Молодцы. Спасибо. Спасибо. Молодцы. Ну что, ребят, по-моему, было очень симпатичное выступление. Да, было так. Честно. И хочу просто от себя сказать, прекрасное исполнение. Спасибо. Подчеркнуть. Спасибо. Вам-то чего не хватило? Классно же было. Кота стрижет, дом сгорел. Ну, не знаю, просто не зашло, или я тупой, не знаю. Возможно, и такое. Здесь сдержалось просто, да, типа, 25, сиди, мать. А у вас есть или ещё пепель? Ещё нет. Мы вот другой жизнью живём, как вы уже поняли, да, чуть-чуть. Какой другой жизнью? Выпиваем. Вот мы не поняли друг друга. Ох, девчонки, ну. Главное, откровенно и честно. А чего стесняться? Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Вы зарабатываете 50 тысяч рублей. По-моему, очень круто. Спасибо. Спасибо, Валерий. Спасибо огромное. Мне лично очень понравилось. Надеюсь. Деньги. Бак, бак, бак. Ну, а зачем? Спасибо. Спасибо. Поздравляем. Е-е-е-е. У-у-у. Меня зовут Елена Петровская, мне 38 лет. Я из города Калининград. Работаю в магазине на должности управляющей. Это мои коллеги. Я – это Мафей. Работаю в этом же магазине приемщиком. Мне 39 лет. Меня зовут Виктория Барышева, мне 41 год. Работаю администратором. Наша группа «Спаржа» появилась внезапно. Была задумка такая – собрать команду из сотрудников магазина. Первое мое впечатление было такое – куда? Да столько лет. А потом подумала, и все мне поддержали. Мы решили, что «Спаржа» – это будет самое такое нормальное название. Это экологический продукт. Зелененький, веселенький, полезный. Про магазин мы шутим много. Смысл наших шуток – из жизни. Мы смешные, мы очень любим смеяться. И смеемся так, что прям животы сами болят у самих. И как бы я думаю, что трое точно засмеются. Добрый день. Мы правда реальные сотрудники супермаркета. Давайте познакомимся. Я директор магазина. Меня зовут Виктория. Это Елена, наша кассирша. А это наш охранник Тимофей. Если мы сегодня выиграем 100 тысяч, то каждый из нас получит по 25 тысяч рублей. Так, подождите. Остальные 25 тысяч? А остальные 25 тысяч, Тимофей, ты обратно в кассу вложишь. Ты че думаешь? Ты один камеры смотришь? Сейчас мы покажем смешные истории из нашего магазина. Мы заметили, что каждая кассирша хоть раз в жизни взвешивает свою руку на весах возле косы. Не, ну 100 рублей за килограмм – это слишком много. Случаи в полиции. Так, гражданка, я последний раз вас спрашиваю, вы зачем ударили человека? Ну я кассир, я всего лишь пробила печень. Представьте такая ситуация. Собеседование на должность работницы кваса. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Вы приняты. Это то, что мы придумали. Ну а сейчас мы покажем реальные истории из нашего магазина под ваши аплодисменты. Представьте, такая ситуация. Директор продуктового магазина пришла отчитывать кассиршу. Пик! Пик! Господи, когда эту долбанную кассу починят, а? Леночка, я пришла к вам с серьезным разговором. Ой, простите ради бога, Виктория Владимировна. Я честно не знала, что эти рыбы в аквариуме не для пилинга. Да я-то вообще не по этому вопросу. А что тогда? Вы зачем хамите людям? Ты че гнида? Кто хамит? Вы почему акционный товар покупателям продаете без акции? Ну поймите, я человек. Я устаю. Я работаю по 11 часов. Я тоже человек. Не хочется ворвать. Так, воспитать не смогла? Вот иди домой. Тимофей, это вы кому? Да, матери. А вы вообще, собственно, почему опоздали? Виктория Владимировна, тут такая история произошла. Я приводил бабушку через дорогу и спился. Всегда говорю, это особенное удовольствие, да, когда люди что-то из своей жизни показывают. И это смешно даже не десяткам, не сотням, а не тысячам, а миллионам людей, которые сейчас смотрят. Ну просто это подвиг, встать со своего места, приехать к нам и это все показать. Браво, браво. Спасибо. А у вас сейчас получается что? Без директора, без кассира и без охранника? Сами работают. На самообслуживание. Слышишь, они здесь, какие сейчас очереди в магазине вообще? Да, да, да. Первый раз 600 человек стоит сейчас. Откройте кассу! Где эти люди? Я хочу есть. Единственный магазин на 100 километров. А я вам хочу сказать, что я один раз креветки взвешивал королевские по цене обычных. Если опытный кассир, она вас поправит. Смотри, вот на твои сутки охранник очень сильно посмеялся. Он не раз это видел, когда... Он не раз это делал. Идиотов в магазине, да? Спасибо огромное. Спасибо. А, ну и как работникам магазина я хочу сказать, что вы выиграли 99 999 рублей. Спасибо. Проходите в наш банк. О, доверяют охраннику. Спасибо, спасибо, поздравляем. Поздравляем. Спасибо. О, я не убила. Это было супер. Это было круто. Это было супер вообще. Встать. Даже не травмоопасно. Так, следующее. Ребята, привет. Здравствуйте. Я хотел спросить, кто придумал название дуэта, но теперь понимаешь, что вряд ли девушка вот так вот возьмет и скажет, слушай, а давай назовемся Кандыба. Вы недооцениваете нашу непредсказуемость. Это вы придумали? Это наш друг. Это наш общий друг, и мы решили назваться его фамилией. Он просто такой очаровательный. Кандыба. Кандыба. Вы пара, да? Нет. Нет. Просто Миша сейчас в Гузеево вселилась, поэтому ему интересно стало. А так это у нас здесь все равно. Вот можете даже Дудуга ненавидеть. Главное, чтобы было смешно. Мы пара смешных людей. С парой приколов. Давай полтора. Подремли немножко. Чуть-чуть, подремли. Все, пока Миша дремлет. Заходите к нам. И удачи. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ну, начинайте. Всем еще раз здравствуйте. Наш дуэт решил провести для вас небольшой музыкальный экскурс по русской попсе. Пожалуй, начнем с 90-х. Развалился союз, и появились преступные группировки, такие как «Руки вверх», группа «Нана» и Татьяна Буланова, которая просто морально всех убивала. Если задуматься о том времени, то первое, что вспоминается в 90-е, это время дефицита. Поэтому пели про то, чего нет. Я буду вечно тебя любить, твоя забота пробила на слезинку, ведь ты-то ушко мне принес жевательную резинку. В 90-х Алла Пугачева уже решила начать давать свои прощальные концерты. Вы не замечали, что ее прощальные концерты очень похожи на то, когда вот вы с другом прощаетесь, а потом все равно идете в одну сторону и молчите. Чего прощаться, да? Но если вспомнить, то женщины 90-х были более романтичными и менее требовательными. Им не нужны были дорогие машины, им хватало и отечественного автопрома. В голубой шестерке откровений едет наш любви патруль. Гладишь ты мои колени, а я твой махровый руль. Привет, Андрей. Везде подходит. Закончились 90-е, начались нулевые, и вместе с ними появилась передача «Фабрика звезд». «Фабрика звезд» производила все, кроме самих звезд. Кстати, а вы поняли, что музыканты из группы «Отпетые мошенники» реально были мошенниками и всех обманули, что они были музыкантами? Если вспомнить музыку того времени, то было всего две фишки. Это песклявый голос и почаще обращаться к диджею. Исполнительницы нулевых забывали очень важную деталь. Диджей всегда был сзади. Времена были сложные, поэтому исполнители пихали в свои песни уменьшительно ласкательные слова. Здравствуй, я твоя девчонка, а ты мой мальчонка. Для тебя наделать короткую юбчонку. Сядем на лапчонку, возьмешь мою ручонку. Для тебя отдам я сердечко и печонку. Перейдем к современности. В наше время в США Канни Уэст планирует стать президентом. Билли Айлиш берет рекордное количество наград Эмми, а у нас Элджей делает себе белые глаза. Если вслушаться в современные песни, то можно заметить, что красноречием они не блещут. Я вся горю, я вся в огне. Огонь во мне, огонь в тебе. Привет, Андрей. Ну, может быть, не везде. Из-за недостатка красноречия исполнители просто наполняли свои треки синонимами. Ты мне лгал, ты мне врал, Ты меня обманул, в заблуждение ввел, И меня ты надул. Дезинформируешь ты и стреляешь брехнёй. Если мне нет к тебе, ты живёшь клеветой. Мужики, потерпите, чуть-чуть осталось. Сейчас очень популярен рэп, и у каждого рэпера есть трек про маму. Ведь если бы не мама, где бы они взяли на проезд до звукозаписывающей студии? И если рэпера приглашают в какой-то дуэт для совместной песни, на нём лежит самая сложная задача. Это петь то же самое, что и вокалистка, просто своими словами. Мы с тобой встретились позавчера. Это как вчера, только два дня назад. Плюс-минус день. Я сказала, что люблю я тебя. А я думал, любишь ты меня, не любишь. Хорошо, что ты сказала, что ты меня любишь. Ты целовал меня до утра. Ты архитект наших чувств, дизайнер наших, ты безумный. Ты прораб моего мира. Хочешь майна, хочешь мира. На самом деле, хотелось бы сказать спасибо таким исполнительницам, как Зивир, Ольга Бузова и Лобода. Ведь благодаря их творчеству можем заглянуть в таинственную женскую душу. Мы заглянули, но что-то нихрена не поняли. Увидимся через 10 лет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Хорошо. Это было хорошо. Ну что, очень прикольное, цельное выступление. И спасибо большое за эту машину времени, по которой вы нас сейчас прокатили. Вам спасибо. Я честно прям узнавал. Вообще, хочу отдельно попросить зал похлопать за то, что пришлось послушать все эти песни. Представляете, сколько они... Сколько они готовились, все переслушали заново. Спасибо. Да, с нами Диана и здравый смысл. Диана, ну что? Ну я вот одержалась до конца. И кто из вас из Казани? Я. Землячка. Землячка. Я, видимо, как-то почувствовала на моменте... Вера, вы не из Волгограда? Нет. К сожалению. Мне все равно. Землячка. Я тоже не из Волгограда. Я тоже не из Волгограда. Забирайте деньги. Спасибо. Поздравляю. Ура. Поздравляю. Пока. Пожалуйста. Слушайте, ну волвительно было. Волвительно. Ну вроде все получилось. Тебе как? Это я себе отзяла деньги. Ты просто даже не залезал. Ну я так и думал уже, что так и будет. О, класс. Ну что ж, и так, здравствуйте вновь. Здравствуйте. Если я вижу мете, значит обязательно будет разрыв. Причем, скорее всего, разрыв мозга. В принципе, все готово. Ты в прошлом сезоне выиграл в прошлом сезоне 275 тысяч рублей. А, серьезно? Да. Тебе не дали их? Ну тогда забудем это. Не отвечай. Забудь про это. Забудь про этот вопрос. Главное же, ты бы выступил смешно. Да, было вообще здорово. Забавно. Приехал, пошутил, накормили, уехал. Все, как обычно у бабушки. Иди, Митя, иди, пожалуйста. Митя, давай. Иди, дорогой. Все, супер. Привет, Митя. Привет, Александр. И здравствуйте, все, кого не знаю. Поддержим, Митя. Начинаем. Все, да, начинаем? Да. Все, поехали. А вы его не сделали, что он крутится? Супер. Ну что ж. Ну что ж, тогда вперед с песнями. Здравствуйте. Меня зовут Митя Сорокин. Диана, скажите, пожалуйста, вот мне одна птичка нашептала, что вы занимаетесь сайклом. Итак, внимание. Его величество, каламбур. Диана, скажите, пожалуйста, вам приходилось когда-нибудь давать сайкл за испуг? И только где-то вдалеке уральские пельмени прошептали с браво. Ну что ж. Итак, меня зовут Митя Сорокин. У меня есть бабушка Лариса. А еще у нас есть собака. Его зовут Милорд. Но бабушка почему-то называет его Даша. Она у меня вообще немножко медленная. Она, знаете, когда начинает куда-то собираться, мне хочется ей только два слова сказать. Хватит собираться. Она, знаете, такая медленная, что если вы смотрели фильм, где там док-фильм, это документальный фильм, где там черепашата что-то они в волнах океанских копошатся. И вот если бы они куда-то собирались, то вот бабушка могла вполне бы с ними копошиться. Копошиться. Она, знаете, какая медленная? Вот если вот ослик умер, вот она такая медленная. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж. Итак, вперед. Его святейшество шутка. Один вампир был очень похож на Киркорова. И чтобы их не путали, ему пришлось убить настоящего Киркорова. Это случилось вот буквально 46 лет назад. Дошло, что Филипп Бедросович Киркоров Просто прогуглите, там много треков. Я придумал недавно компьютерную игру для буддистов. Там нужно кидать шишки в колодец. По одной шишке в день. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, кто побеждает? Тот, кто дольше живет. Ну что ж, ладно, тогда напоследок я хотел лично Сергею Светлакову посвятить эту шутку. И так Сергею Светлакову посвящается. Однажды один старик решил с двумя руками одновременно подоить двух коров. Но он не застегнул тулуп. И его продуло. Все, спасибо вам огромное. Было потрясающе. Митя, это же было замечательно. Спасибо. Мне очень тоже понравилось. Митя единственный человек, который разговаривает почерком врачей. Нет, когда... А, дошло. Когда смотришь на твое выступление, такое ощущение, что мы сейчас не по СТС смотрим, а по Ютьюбе, и все время подгружаются немножко. А вот тут немножечко посерьезнее было, да? Мне не хватило какой-то искорки. Шутки, да, они хороши. Тут замыкание. Какая искорка? Если бы искорка, у человека идет тормозной путь. Если еще искорка, тут вообще ни от кого ничего не останется, взорвется нахрен все. А какая вот эта шикарная шутка вот это вот все простудился. Я когда думал об этом, я сразу подумал, что наверное Сергей... Отнесу Сереге. Да. Он оценит. Я подумал Сергею все-таки. Ну принес мне. А у него простудилось же только вот здесь. Да, он там смешно мне, то, что он хотел застегнуться. нос... А здесь простуда как бы уже. Да, тут грудная жаба. Скажи, а вот ты когда-нибудь сидел на холодном камне? Да, кстати, к сожалению, сидел. тогда молния в голову попала? А мне? А что? А нет. А на тот случай... Ребят, у нас есть что поговорить. 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. Судар поздравляем. Спасибо. Забирайте эти удары. Спасибо, что пришел. Поздравляю. Спасибо. Так, ну вот сейчас... Здравствуйте. Сейчас зрители переключают и думают, что на СТС опять трансформеры начинаются. Сколько вы поняли, что лучше всего у них получается смешить людей и отправили роботы к нам? Готовы? Это верно. Здравствуйте. Да, я готов. Я новый робот российская разработка МСП 17. Я так понял, что для храбрости 95-го бензина немножко намахнули, да? И готовы. Не без этого можем начинать. Все, я понял. А вы в каком жанре выступаете? Стендап, миниатюры? Сейчас тебя уничтожат. Может захват человеческой расы? Вы слишком много знаете. Боюсь, мне придется вас ликвидировать. Я тебе сказал все. Проходите, пожалуйста, да. Здравствуйте. Рад вас всех здесь приветствовать. Давайте поддержим. Всем еще раз привет. Я новейший российский робот. Я не самый быстрый и не самый надежный. Но мне надо быть в чем-то лучшим. Есть шанс, что я стану самым смешным. Так что смейтесь, поддержите отечественную электронику. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, смейтесь быстрее. У меня слабый аккумулятор. Поэтому в любой момент я могу шучу, шучу. Какие еще аккумуляторы? Я же русский робот. Я работаю на боярышнике. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как тебе такое, Илон Маск? Кстати, знаете, что во мне самое смешное? На мою разработку потратили 3 миллиарда, чтобы я выиграл 100 тысяч рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Смешно. АПЛОДИСМЕНТЫ Недавно расстался с банкоматом, потому что понял, что от меня ей нужны только деньги. Кстати, сейчас я состою в других отношениях. Я очень уважаю свою половинку, потому что она не женщина, а посудомойка. Черт, по-моему, скрипит колено. Надо будет вызвать мастера. Хотя я же русский робот. Сам починю. Потом с понедельника займусь. Кстати, вчера вчера с друзьями сидели в баре, подзаряжались. Я сначала от розетки заряжался, потом от пауэрбэнка. Короче, зря мешал. С утра башка капец как болела. Хотелось бы обратиться к людям, которые думают, что любую неисправную технику можно починить ударом. Попробуйте ударить себя по голове во время похмелья. Кожаные мешки. Ладно, пора идти, а то скажут, что машины опять лишают людей работы. Это чушь. Если бы не ипотека, я бы эту работу в гробу видал. кладите это ж надо так заморочиться. Но ты выиграл деньги. Мне вот интересно, где у тебя здесь купюроприемник? Не смотрите туда, Михаил. Кладите в руки. Скажите, а вам можно задавать вопросы? Конечно, можно. Я же российский робот. Не факт, что отвечу, но задать попробуйте. Понятно. Знаешь, кто по ту сторону экрана переживал за него? Принтеры, смартфоны, электрические чайники. Вы выиграли 25 тысяч рублей. На что может потратить их робот? Думаю, залью новейшего голючего. Так сказать, отмечу. Отлично. Может быть, у вас есть вопросы? Да, просто это нормально, что я смотрел в дырку робота все время. В целом это нормально. Для людей смотреть в дырку не расстраивайтесь. А что там в дырке это? Ух ты, елки. Я получил Сегодня домой придешь, говорит, что сегодня делал? Да я в дырку робота смотрел. Ребята, я вам хочу сказать большое спасибо за то, что по крайней мере удивили и насмешили на 25 тысяч рублей, как любой отечественный робот. Спасибо. поздравляем. Я поведу сам. Пришло время подвести итоги сегодняшней программы. Саша, тебе слово. Комики выступали сегодня очень уверенно, но и не смеяны, смогли кое-что заработать. Давайте узнаем, сколько. Это было шоу «Русские не смеются». До свидания. Пока, ребята. «Русские не смеются» 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 Продолжение следует...